Здравствуйте, уважаемые товарищи! Мы продолжаем цикл наших передач о героическом выпуске кыргызского народа в монахе. В предыдущих передачах я вам рассказывал, что мною на основе варианта сказителя монахи Савамбаева Розбакова написан пятитонный роман «Монах в прозе» на кыргызском языке. Затем я эту книгу перевёл на русский язык и оба этих варианта выставлены для продажи на своём интернет-сайте epasteremonas.com Кто хочет, тот может приобрести там указанные произведения. В настоящее время я работаю на второй части трилогии «Монах» с имитерием. Мною закончен первый том данного произведения и сейчас идёт работа над вторым томом. Для популяризации эпоса я вот специально открыл и веду вот эти видеоролики. Они, ведя ролики на русском языке, сопровождаются субтитрами на 112 языках мира. Это обозначает, что любой житель нашей планеты может ознакомиться с эпосом «Монас» на своём родном языке или языке наиболее понятным ему. Поэтому у меня к вам просьба сообщить об этих наших видеороликах своим родственникам, друзьям, знакомым, близким в странах, ближнему и дальнему зарубежью, чтобы они тоже могли познакомиться с удающим створением хорошего народа. Тем самым вы внесёте свой вклад в тело распространения эпосом «Монас». Вот всё, что я хотел вкратце сказать об эпосе, своём романе. А теперь, с вашего позволения, я продолжу чтение своего произведения. По дороге Алмамбет радостно посмотрел на товарищей лошадей. «Слава Богу!» – подумал богатый. «Мы великолепно осуществили свою задумку. В прошлый раз нам удалось угнать 30 тысяч лошадей к Алмаху, а на этот раз 20 тысяч лошадей и 15 тысяч голов крупного рогатого скота. Мы разбили место богатырей и присединили их с кокунов к своей добыче. Если теперь с Божьей помощью доберусь до Айдара, отдам всё казахам, получу их благословение. Как у них говорится, земля зеленеет дождём, а добрая молодость – благословением. Я тоже хочу получить у благословения, стать счастливым». Через несколько дней непрерывной езды, отправившись на поход, благополучно достигли родных мест. Привыкшие к шедрости богатыря, казахи радостно встретили его и разделили богатые довучьи. Алмамед, прославившись такими подвигами, прожил среди них, заметно для себя, 4 года. Глава 9. Вероломство окружения Кокчева Прошло 9 лет с тех пор, как Алмамед оказался среди казахов. За это время он пригнал от монгулов Калмака бесчисленное количество кота и раздал всё это народу. В результате все казахи разбогатели. В один из таких дней его вызвал к себе Айдаркан. «Почему он меня вызывает?» – удивился богатый. «Мне необходимо пойти к нему. Наверняка он хочет сообщить что-то приятное для меня». С этими мыслями Алмамед немедленно отправился к Айдаркану. Старик тепло принял его в юрте. «Проходи, сынок», – указал на место рядом с собой. Поблагодарив, Алмамед уселся рядом с ним. «Принесите холодного комыса», – приказал Айдаркан слухом. Два работника, немедленно выполнив приказ хана, принесли бурлюк, наполненный комысом. Тщательно взболтав его, один из них налил из него комыса две чащи, затем упротянув их Алмамеду и Айдаркану. «Они с удовольствием выпили комыса. Увидев, что чаши пусты, работник немедленно наполнил снова. За это время никто не проронил ни слова. Выпив наполовину вторую чащу, Алмамед, поглазуя бороду, обратился к Алмамеду. «Сынок», – сказал он, – «все очень довольны, подвигами, которые ты совершил для блага казахов. И старый млад хвалит тебя. Никто сейчас, как раньше, не печалится, не имея возможности откочевать на горные партищи. Ты всех обеспечил достаточным количеством лошадей, на что весь народ благодарен тебе. Спасибо вам на тёплые слова, отец, – улыбнулся Алмамеду. «Я всё это сделал для того, чтобы оправдать ваше доброе отношение ко мне». «Я это понял», – ответил Азеркан. «Сделав ещё два-три глотка из чаши с кумусом, задумчиво посмотрел на Алмамеду. «Сынок», – произнес, – «я слышал, что в юности ты обучался в самых знаменитых китайских школах и получил образование из лучших учителей, учёных и полководцев Китая. Это правда?» «Правда. После прохождения шестилетного обучения в Бейджине я использовал полученные знания в своей деятельности хана». «Я дослышан об этом. Именно по этой причине я вызвал тебя, сынок. Я постарел. Поэтому несколько лет назад передал правду управления народом Кукчуа. Он говорил об этом мне. Как ты заметил? Кукчуа недостаточно образован. Он храбрый, опазданный богатырь и прекрасно знает воинское дело. Но сильно хромает, когда дело касается управления народом. Трудные моменты Кукчуа вынуждены обращаться по советам к шестидесятистарейщинам нашего народа». «А что тут плохого?» – удивился он. «Эх, сынок!» – горестно покачал головой Даркан. «Что скрывать?» «Нет никаких оснований говорить, что все старейшины дают сыну хорошие советы. А ты, оказывается, честный, справедливый человек. Поэтому у меня к тебе просьба. Участвуй вместе в Кукчуа в разрешении споров, отступлений и помоги сыну». «Что такое?» – был поражен он. «Если я чужак, бородячий китаец, «Какая Даркан может доверить мне такую большую власть? Почему он даёт мне возможность управлять народом, улаживать споры, наказывать преступников?» «Видимо, я неправильно понял вас?» «Отец, я не очень понял вас». Пристали возглавил Майдаркан еще на момент. «Чего ты не понял?» Улыбнулся хан. «Я прошу тебя управлять народом вместе с Кукчуа». «Отец, вы предлагаете мне управлять народом? Ну, если я чужак, как могу жаться за это дело?» «В этом случае, наверняка, все останутся недовольны». «Ничего подобного!» – решительно ответил Майдаркан. «Если казахи такие гордые и самостоятельные, пускай тогда откажутся от тех лошадей крупного рогатого скота, который ты пригнал к нам. Пусть не надевает подаренное тобой шубу, не носят данное тобой оружие. Если казахи сумеют это сделать, если у них на это хватит уха, пускай только тогда попытаются не дать тебе решение управлять народом. Как ты думаешь, казахи могут совершить такой шаг? Нет, отец. В таком случае они лишатся всего, потеряют очень многое. Правильно. Никто не откажется от богатства, которое попало в его руки. Поэтому ты можешь спокойно управлять народом вместе с Кукчу. Это ваше единоличное решение? Нет. Я предварительно посоветовал с об этом со своими ближайшими людьми. Они также согласны со мной. Весь народ доволен тобой. Чем они довольны, отец? Тем, что ты всегда по справедливости делишь пригнанных лошадей. Подхали им, не чая богатых, и не даешь им больше. Не унижаешь бедняков, не относишься к ним пренебрежительно, и проявляешь ко всем ровное отношение. И этим это проявил свою справедливость, и заслужил одобрение народа. поэтому можешь безбойно управлять им. Если вы доверяете мне, я согласен на ваше предложение. После этого Алмамед начал участвовать в управлении народом вместе с кукчером. Он рассчитал все споры между казахами справедливо, из-за чего его авторитет еще больше возрождается. Поверив ему, народ со всеми своими бедами, жалобами стал обращаться к Алмамбету. Очень недовольные тем, что добрая слава Алмамбете растет за дня в день, казахские вельможи в один из дней собрали в доме Алимсиита. Его дом находится в однодневном пути от Аэла Айдаркана. Поэтому они надеялись никого не опасаясь полностью обменяться мнениями о сложившейся ситуации. Шестьдесят вельмож связались между собой и договорились встретиться там. В жаркий летний день вельможи стали пребывать в Ау Алмсиита. Их с почтами встречали слуги Бая и вводили девянастокрылые в юрку. Красочные нарядно одетые вельможи войдя в дом располагались вокруг скатерти по возрасту, чину и богатству. Когда все гости расселись, слуги внесли в дом разнообразные ядства и расставили их на скатерти. Гости проголодавшимся дальней дороги подали в бульон. Отведав его, немного утонив голод, вельможи стали чувствовать себя гораздо лучше и свободнее. Опираясь на поставленные сзади подушки, некоторые сняли себя халаты, а другие распахнули их, сняли их и повесили поясом на стены и урт. Через некоторое время упадал мишмармах с хорошо сваренной каниной, разделив кости с мясом сообразного возраста, гости молча приступили к еде. Когда они наели, слуги вынесли остатки из дома. После того, как скатерть была очищена, на нее поставили чашки наполненные комсом. Гости начали не спеша пить напиток и только после этого приступили к обсуждению главного вопроса, ради чего они собрались с тобой. Ну вот, уважаемые товарищи, наше время подошло к концу. Я прощаюсь с вами. До свидания. До новых встреч. До новых встреч.